Но покупочки, это же, вы же знаете, что такое шопинг для женщины. Мы наелись и отвалились. Смотрим телевизор, смешные видео смотрим. Напоминает мне детство, деревню. Тая бабушка ездила в деревню, деревенской бабушке своей, папиной. И вот тут живут себе тихонечко люди. Зелень, травка, смотрите. Мы пришли с тренировки и бабушка вручила Насте долгожданную игрушку, джойстик. Всем добрый вечер. Мы идем с вами в садик за Настей. Ой, сегодня, девочки, у меня был такой насыщенный день. Я сегодня съездила в спортмастер, купила себе пальто классное, дорогое. И в сумку. В общем-то, ехала за сумкой, думаю, пальто посмотрю. Но увидела, померила, пошла еще посмотрела дальше. И потом вернулась и взяла. В общем, пришла домой, померила, нарадоваться не могу. Вот прямо как я хотела, чтобы все под горлышко, везде, чтобы закрыто было. И чтобы оно было и теплое, и легкое. Вообще классное. И просторненькое. Оно такое прямое, просторненькое. Кто не видел, заходите. Предыдущее видео у меня в спортмастер. Я снимаю. И это не реклама, девочки. Это просто я поехала за сумкой. Ну и решила вам показать, какие там еще висят куртки, пальтишки, которые на зиму, что я смотрела. И, в общем, из чего я выбирала. Ну и вас, чтобы были в курсе, какие там сейчас цены. В общем, как вариант. Там от дешевых до дорогих разные цены есть. Вот. В общем, что. Идем сейчас за Настей. Настя сегодня у меня. Вечером. Завтра суббота. Завтра я тоже целый день с Настей. На тренировку отвезу. С тренировки заберу. В общем, моих лично планов на завтра пока еще я не знаю. Завтра с утра проснусь. И будет мне понятно, что я буду делать. Никак не могу найти время съездить. Надо к дочке. Забрать у нее кое-что. И вот я сегодня утром думаю. Либо к дочке, либо в спортмастер. Но покупочки это же. Вы же знаете, что такое шоппинг для женщины. Я думаю, ладно. С дочкой мы пересечемся потом. То это подождет. А вот покупочки. Посмотреть, что там хорошего есть в магазине. Это же класс. Это же невозможно никак отложить. Я смотрю, некоторые люди у нас, мужчина в рубашке в магазин выходил. Вообще, на самом деле, сейчас прохладно. Я днем выходила, вот когда в магазин. И вот в куртке совсем менее было жарко абсолютно. Потому что очень сильный ветер, пронизывающий прям насквозь. Если бы я одела что-то полегче, конечно, бы я замерзла. Вот. Вот эта куртка, она, кстати, легенькая. И она не продувается. В то же время она так не чувствуется, что она на мне. Нигде не жмет. Все хорошо. Такая приятная курточка. Классная. Я ее прям люблю. И вот теперь у меня пальтишко еще классное появилось. Тоже мне очень нравится. Вот. Так что так вот идем. Вот уже осень, прям осень. Осень-осень. Так, как же мне? Ох. Солнышко сзади, как будто сзади меня, да? Подсветка идет такая классная. Солнце садится. Я уже в садик выхожу пораньше. Чтобы не по темному не идти. Девочки, шла я, шла в садик. Смотрю, машина вот такая прикольная. Мы, кстати, с Настей ее недавно видели. И вот, наконец-то, я подошла посмотреть. А здесь домашняя сметанка, творог. Вообще, такие вот мацони, молоко домашнее. Вообще, брымца класс. Ну и там, я смотрю, лаваш, сыр, колбаски. В общем, сейчас я творог тут возьму. И сметану хочу домашнюю взять. Девочки, в общем, короче, я набрала там сметанку, творог, молоко литр взяла и колбаски чуть-чуть. Молочка, там из поселка Веселый, Ростовской области, а там еще есть колбаска. Вот эта колбаска вроде как Беларусь, что ли. Ну, продавец говорит, пахнет. Дома понюхаем. Так, ну, наконец-то, мы пришли домой, прошлись по магазинам, покажу вам, что купила. Девочки, творог, прямо классный, классный творог. Вот эта сметанка домашняя, ой, супер. Сказали, что она еще сладенькая, прям сегодняшняя. Молоко домашнее, я вижу по цвету, прямо оно жирненькое похоже. Ну, диета не диета, знаете, полезное молоко домашнее нужно кушать. И вот эта колбаска, я попробовала, ну, не попробовала еще пока, но я ее понюхала, она пахнет прям как, как из прошлого, знаете, вкусненькая колбаска. По случаю, купила себе кастрюльку, два с половиной литра, алюминиевую. Я уже давно собиралась, наша кастрюлька, стоит она недорого, ну, там 300 с небольшим, в общем, недорогая кастрюлька. Ну, вот как раз я такую хотела, она два с половиной литра, ну, такая только форма была, ну, ничего страшного, нормальная. Ну, еще мы с Настей зашли в пятерочку, Настя выбрала себе вот такой йогурт, это она сама себе выбрала, у меня йогурт без сахара, я взяла такой, панировочная смесь у меня закончилась отбивные делать, взяла я красную фасоль, взяла я зеленый горошек нежный, это для винегритика, у меня все уже есть, вот это только нужно было, это вот Настя сладенькую кукурузу покушает она сегодня, бананчики, в общем, и все. Девочки, я еще сегодня днем купила скумбрию по-домашнему, она такая в маринаде с лучком продается, может быть вы знаете, такая вкусная, брала ее уже не раз, вот, и сварила перед садиком картошечку, и сейчас прям не знаю, то ли мне рыбу есть, то ли молочку, сметанку хочется попробовать, а сметанку с рыбой я как-то не рискую, кто у нас там смеется, девочка, которая сниматься сегодня не хотела вообще, но я не буду сегодня Настю снимать, у нее нет настроения, ладно, так что, не знаю, сейчас что-то буду есть, хочется всего, я проголодалась уже, мы наелись и отвалились, смотрим телевизор, смешные видео смотрим, поели картошечку с рыбкой, даже Настя рыбку поела, понравилось, я всего съела две рыбки, ну не две рыбки, там два кусочка и почистила без косточек, ну рыбка нежная, вкусная, классная, в общем я сегодня молочку не стала есть, молочко вскипятила, так как это молочко разливное домашнее, но его понюхала, прям пахнет оно такое, из-под коровы понятно молоко, и прям чуть-чуть я на корешечке ложечки попробовала сметанку, сметанка приотличненькая, прям вот она такая, сладенькая, знаете, вот как свежая сметана, классная, но я завтра ее поем, сегодня после рыбы не хочу рисковать ее кушать, в общем короче говоря, лежим балдеем, смотрим смешные видео, сейчас девочки еще чуть-чуть посмотрим, и скоро уже за Настей придут, и Настя домой пойдет, а завтра Настя, суббота будет целый день со мной на тренировку поедем, с тренировки приедем, и будем кушать, тут сегодня, завтра целый день будем, до самого вечера кушать, хоть что хочешь, столько еды, полно всего, все, пока-пока, спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, девочки, пока-пока, доброе утречко, девочки мои, вот рассвет у нас, наконец-то, на улице холодно, 7-8 градусов, 8 показывает, ну там на самом деле, было 6, недавно смотрела, в общем, холодно, в комнате холодно, я включила, сплит на обогрев, вот, устала уже мерзнуть, уже смонтировала видео, оно у меня выводится, скоро придет соседка, кофе пить, посидим, попьем, и дальше буду делами заниматься, ну что, девочки, я приготовилась уже делать запеканку творожную, насыпала чуть-чуть изюма, сейчас немножко залью водой, чтобы оно постояло, два яйца подготовила, и вот я насыпала полстакана манки, полстакана молока, ну по рецепту полстакана, даже чуть больше сахара, но я чуть меньше полстакана, где-то одну треть сделала, ну слишком сладкое не люблю, но это в зависимости от творога, вот этот творог, но он немножко кисловатый, это творог, килограмм здесь творога, еще нужно будет положить столовую ложку сметаны, я положу домашнюю, сметанка, девочки, отменная, прямо свеженькая, как сливки, тянется, такая классная, я вчера ее прям поела, обалдела, такая вкусная, ванилинчика, немножко соли чуть-чуть, вот, и все, будем сейчас собирать это дело, так, ну прежде чем собирать, я изюмчик залила водичкой, надо, чтобы он постоял, на минут 5-10, и, и, молочко, соединим с манкой, чтобы манка тоже чуть-чуть набухла, молоко надо, чтобы было комнатной температуры, но не холодное, не холодное, и не горячее, если оно комнатной температуры, она быстрее разбухнет, девочки, рецепт показываю уже не первый раз, но запеканка замечательная, и, если кому-то захочется ее сделать, чтобы вам долго не искать, я решила ее повторить, ну и заодно с вами поболтать, так, ну а сюда, я сейчас в миску вливаю яйца, сахар сюда добавлю, соль, соли, ну чуть-чуть, на кончике чайной ложечки, я на глаз, я на глаз делаю, чуть-чуть соли, надо, чтобы она была, и все это перетрем, пока перетрем, да, до ровной массы просто, так, пока это у нас, пусть постоит, сейчас 5 минут я выжду, и тогда уже добавлю, вот это и все остальное, если изюм мягкий, ну вот у меня он мягкий, то можно не ждать, в общем таких 5 минут, потому что будет оно в духовке, в течение часа, оно естественно там уже приготовится, 200 раз, и разбухнет, и все, и молоко, вот манка с молоком, у меня уже разбухнет, то есть я уже в принципе, могу манку с молоком сюда добавить, перемешаю я все это дело сейчас, и сюда теперь я отправлю творог, вот такой хорошенький творог, видно, что домашний, в магазин он какой-то другой, суховатый, это не такой сухой, мягкий, прям нежный, творог красный, так, все это перемешаю, все как следует, и потом уже туда буду добавлять сметану, можно добавить, если нет сметаны, кефир или йогурт, какую-то кисломолочку, ну если есть сметана, я добавляю сметану, а в этот раз я просто хочу даже домашнюю сметану добавить, сейчас посмотрим, как оно такое густое быть в итоге не должно, оно должно быть не кусками, прям, а чуть ли не жидкое быть, так, хочу добавить я вот этой сметанки, но этой сметанки много добавлять тоже я не буду, потому что она жирная, ой, какая классная, какая она классная, тянется, видите, какая, просто прелесть, вот это вот люблю такую сметану, которая как сливки, и она совсем не кислая, прям сладенькая, ну вообще, напоминает мне детство, деревню, я бабушке ездила в деревню, своей бабушке, своей папиной, вот, и я там сметану ела, вот эти сливки, только-только, которые через сепаратор прогнали, они такие свежие, я прям их ела ложками, молоко король не пила, кстати говоря, девочки, продукция, которую я вчера купила, я же вам показала там, да, если кто в Александровке живет, вот как идти на конечную, не доходя с это, прям возле светофора, рядом, и там машина стоит белая, вот там, прямо, вкусная сметана, и вкусное, и молоко, жирное, хорошее, и вот творог сейчас я готовлю, но я уже вижу, что он хороший, так, ну все, конки мы размяли, теперь можно добавить уже изюм, теперь можно добавить ванилинчик, у меня ванилин пистолический, в счет этого пузырька, я не знаю, на сколько лет хватает, на много, на пол жизни, смотря кто как готовит, конечно, так, я люблю, когда ванилинчиком пахнет, это делаю, так, чуть-чуть еще помешаем, и вот надо мне сделать, чтобы это было тесто, немножко пожиже, вот такое оно, густое быть не должно, я добавлю йогурта, кефира у меня нету, йогурта добавлю, и посмотрим сейчас, так, еще, наверное, надо, я буду подогнать, чтобы запеканка не была сухой, чтобы она была сочной, надо, чтобы она не была густой, прям сильно густой, потому что бывает суховатый творог, я уже пробовала, получается тогда запеканка суховатая, и из обезжиренного творога, тоже запеканка получается, ну, суховатая, сухая, поэтому, конечно, небольшой процент жирности, нужно, чтобы был, это для тех, кто на диете, говорю, а кто не на диете, вообще, чем жирнее творог, тем вкуснее запеканка, это такой вот есть секретик, так, ну, ладно, я думаю, что, в принципе, хватит уже, все, теперь готовим формочку, застилаем бумагой, включаем духовку, ну, вот и все, выложила, девочки, формочку, застеленную бумагой, и теперь ставим в духовку, разогретую, на 180 градусов, на где-то 50-60 минут, примерно час, ну, вот я смотрю обычно, когда у меня уже вверх подрумянился, значит, уже готово, и потом, нужно не резать горячим, подождать, пока остынет запеканка, а потом только резать, иначе она будет рассыпаться, все, девочки, запеканка моя готова, вот так вот она выглядит, она у меня сейчас стоит, остывает, готовилась она у меня 45 минут, но при температуре, там почти 200 градусов, я просто забыла убавить, и, в общем-то, быстрее она приготовилась, и все, ну, на температуру 180 градусов, чуть-чуть дольше, ну, может быть, не будет так, но она не подгорела, но подрумянилась, в общем, нормальненько, а вот и Настя, всем привет, все я делаю для моих, сахарбурочек, сейчас я сделала солнышко, булочка, такая, прям как на картинке, это средний, это сложный уровень, тут есть вот так, вот это вот, тут есть вот это, и улитка, и есть самое легкое, у меня тут не по одной карточке, у меня тут по несколько карточек, вот такие карточки, ну, все прекрасно, куда идем, мы спим точком, большой, большой секрет, и не расскажем мы о нем, и нет, и нет, и, а куда мы идем, Настя? на тренировку, на тренировку идем, вот, я Настю пока отведу на тренировку, а сама я заскочу к дочке на минутку, хотя дочки дома там может и не быть, вот, мне надо у нее кое-что забрать, я вам потом скажу, что, и угостить запеканкой, отрезала я запеканочку, чтобы угостить, деничку, дочечку, вот, так что, я запеканку чувствую, что я ее раздам всем, и мне там кусочек останется один, ну, значит, придется сделать скоро, вскоре, еще одну, город хороший, вообще молочная продукция, хорошая там, где я брала, и, в общем, значит, скоро сделаю еще одну запеканку, а погода на улице солнечная, но ветреная, вообще, на самом деле, сейчас, сколько градусов, градусов 12, ну, 14 максимум сегодня, ну, наверное, как вчера, в общем-то, вроде кажется тепло, а ветер дует, и прохладно, но ничего, я опять одела куртку, мне нормально, в куртке себя чувствую хорошо, сумку новую взяла, в общем, иду, девочки, решила я идти не понад дорогой, а вот тут по тенечку, этими дворами, я смотрю, вот эти вот дома хрущевские, так давно построены, особенно вот номер там, первый, третий, пятый, седьмой, они там вообще, вот я что-то не догадалась, взять камеру, снять, там прям подвальчик, все это, уже уходит чуть ли не под землю, первый этаж, а здесь вот эти, они уже позже построены, и они, ну, уже фундамент здесь повыше стоит, и вот тут живут себе тихонечко люди, зелень, травка, смотрите, растения, клубочки высаживают, классно, а машины вот там чуть дальше ездят, и вот я тут иду, и вот я тут иду, так хорошо свежо, на солнце прям жарко в куртке, а вот здесь хорошо, ну вот так, забрала я, в общем-то, игрушки, эти вот джойстики, в общем-то, я дочку попросила, чтобы она взяла два штуки, потому что Настя будет играть у себя дома, и у меня дома, чтобы она его с собой не таскала, тем более может забыть, или еще там что-то, в садик, наверное, не разрешат, чтобы она там играла с ним, поэтому, один будет у нее дома, а другой будет лежать все время у меня дома, о, как хорошо люди придумали, и, 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 а это вот какая-то тут гостиница, подстроили, подстроили еще, еще два этажа сверху, это тоже был дом такой, хрущевка, вон, облицевали как-то, настройки построили, неизвестно фундамент, насколько это выдержит, а тут вот, вот так вот все, такое все старенькое, древненькое, так, ну я почти пришла, у Настя сегодня тренировка коротенькая, всего один час, так что уже скоро она у нее закончится, мы пришли с тренировки, и бабушка вручила Насте, долгожданную игрушку, джойстик, розовенького цвета, вот, Настюха теперь осваивает, я говорю, розовенькую заберешь себе домой, да, ну давай осваивай, я ей показала немножко, как принцип там, сама освоит, и вот еще одна красная, будет лежать у меня, ну, красная будет у меня, розовая будет у Насти, вот так вот, распределили, короче, в общем, чтобы мало игрушек не было, я взяла еще одну, чтобы мало не показалось, ну, что там, тысяча рублей, делов-то, господи, всем доброго утречка, девочки мои, я, как всегда, вечером попрощаться с вами не могу, вчера закончилось видео на том, что Настя, вот, начала осваивать эту игру, ну, что вам хочу сказать, она, в общем-то, поиграла дозированно, я думала, она там прям увлечется, что мне нужно будет у нее потом забирать эту игрушку, нет, она немножко поиграла, потом она положила, порисовала, поиграла в свои, вот эти там мозаику поскладывала, потом мы телик с ней посмотрели, что еще, что мы там смотрели вчера, самые большие медузы, она говорит, бабушка, давай посмотрим, потом самые необыкновенные дома, в общем, там какую-то природу, подводный мир смотрели, в общем, всякие такие увлекательные видео смотрели, немножко мультик там какой-то, мы длинный начали смотреть, ну, в общем-то, я уже его там не смотрела, Настя, вроде нравилась, ну, вот так вот у нас вчера день, вечер прошел, потом папа пришел, раньше, чем обычно, забрал Настю, и, в общем-то, и все, я легла, смотрела вчера, начала шоу Мазгу ООН смотреть, как всегда, не досмотрела, уснула, в общем, рано, и сегодня рано проснулась, вот так, вот так, ну, а сегодня у меня день свободный, день выходной, и я уже вот утром пока здесь кофе сижу, пью, и уже думаю, что сегодня делать, сегодня у меня такой домашний, скорее всего, будет день, потому что мне по дому нужно кое-что поделать, я уже смотрю, нужно мне достать обувь летнюю, перемыть ее все, и убрать подальше, лето закончилось, жары уже не будет, так что босоножки уже не понадобятся, вот, может быть, что-то из теплых вещей там надо пересмотреть, уже к своему там новому образу, к зимнему подготовиться, ну, и, в общем, кое-какие вещи, может быть, даже голову сегодня покрашу, не знаю, посмотрим, в общем, такой домашний влог будет, вернее, даже не влог будет, а дома я сегодня снимать не буду, я просто сегодня спокойно, потихонечку, не торопясь, с перерывами на отдых, в общем, потихонечку буду делать домашние дела, вот, так что джойстик один Насте я отдала, я папе сказала, пускай он будет у вас там дома, другой пускай будет здесь, чтобы она его не таскала с собой, ну, я немножко поиграла, вы знаете, вот в эту игру, ну, честно говоря, я не привыкшая к таким играм, поэтому, и времени у меня нету играться в игрушку, она будет лежать в основном, а с другой стороны, думаю, знаете, если свет отключат, когда, да, я в телефоне, ну, могу там какое-то время там еще посидеть, но мне не хочется разряжать телефон, связь-то должна быть, поэтому, сильно долго я там в телефоне не сижу, вот как раз джойстик, можно будет еще и им позабавиться, да, если свет отключат, можно будет и им позабавиться, ну, и потом ребенок придет, захочет поиграть, пусть поиграет, в общем, лишняя игрушка в доме не помешает, она много места не занимает, ну, и как обычно, я в конце видео отвечаю на вопросы, которые задаете вы мне в комментариях, значит, один такой вопрос мне попался, пишут мне, зачем вам столько вещей, это где посылочку Василек распаковывала, вы же их все не переносите, ну, девочки, я уже говорила не раз, что, естественно, я все их не переношу, при том, что не все вещи мне где-то подходят, где-то по цвету, может быть, не очень нравятся, где-то как сидит, может быть, не очень что-то нравится, что-то мне мало, что-то, что-то просто бывает висит, тут вроде повесело висит, тут я смотрю, долго вещи я эту не одевала, да, и как бы вроде бы и замена уже нашлась, и все, ну, я раздаю вещи, я раздаю, у меня родственники есть, соседи там, подруги, в общем-то, мне есть кому эти вещи подарить, так что, там в деревню отправляем, если что, люди находятся, которым эти вещи нужнее, я их, естественно, раздаю лишние вещи, у меня гардероб не резиновый, понятное дело, что определенное количество вещей, что-то там было, ну, излишки все я раздаю, так что не переживайте, если кто переживает, не надо так переживать за это, ну, а больше сейчас я никаких вопросов таких вспомнить не могу, в общем, на этом я хочу видео свое, вот это закончить, у меня сегодня свободный день, я как раз таки сегодня хочу и смонтировать его заодно, у меня на почте уже ждет посылочка, но это не одежда, это кое-что другое, и вот посылочку я заберу, и скоро вы уже увидите распаковочку из нового интернет-магазина, с которым я раньше, в общем-то, не заказывала никаких товаров, кое-что новенькое будет, интересное, что-то там из парфюмерии будет, и что-то будет еще интересное, но это будет пускай загадка, вот, ну все, мои хорошие, на этом я хочу с вами попрощаться, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте, ставьте колокольчик, пишите комментарии, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok